во дворе тут растет эта груша на лябине уже есть два плода в прошлом году было две груши выросло в этом году опять две груши два плода но она пустила веточки вверх так что она начала разрастаться вот это три сорта тут будет груш ну и так думаю вот прижилась останье веточка которая нащепил еще изоленту не снимал здесь уже прижилась хорошо здесь вот две веточки в расчеп тоже видите две веточки и вот это осталось рябина видите еще рябиновая веточка я ее обрезаю не даю чтобы она выше груши росла у меня и так во дворе для экзотики у меня растет такое растение не вообще все яблони там по четыре по пять есть даже груша который 12 сортов так что просто каждую ветку прищепляем прививая новым сортом и вот такие прививки на рябине хорошо прижились груши кого есть дома рябина или есть возможность посадить рябины она более устойчивая и садить на нее грушу прививать и будет расти конечно шикарный урожай калины в этом году вот она краснеет на солнышке такая красивая как раз тот момент когда она краснеет она очень красивая тут еще желтые и красные соединено вот и на зеленом фоне какая красота это калина наверно меня так полюбила за то что я за ней ухаживала мне столько урожая дает я еще во дворах не видел столько калины с таким большим урожаем и такие очень крупные ягоды это не сортовая просто она растет возле дома где вода стекает под нее хоть маленький дождик пошел и сразу с крыши вода только в одно место раз под нее и все вот такая история этих ягод сегодня сегодня 15 июля вот у меня уже вся земля усыпана такими яблоками белый налив вот попадали они все и на дерево они уже вот поспели видите желтые что интересно смотрите вот висят белый налив да я перевожу тут же красный висят вот там висят белый налив видите вот желтые уже а здесь красный висят на этой яблони четыре сорта разных яблок тут видите красные зеленые желтые они в разные сорта времена по-разному поспевают вот сейчас поспел белый налив следующая будет поспевать через недельки три на ней а потом еще зимний сорт а еще и еще есть осенний слава победителю так что несколько сортов на это яблони и очень удобно когда на одной яблони во дворе потому что представьте себе что огромное яблоня вот такая большая яблоня она уже не маленькая вот и вся яблоня было бы белый налив сейчас просто бы была вся земля белая а какой смысл от этого а так у меня видите вот здесь ветку обрезал и нащепил разные сорта также здесь вот здесь нащеплен один сорт здесь 2 сорт здесь 3 сорт вот и так на каждой ветке разные сорта здесь остался сорт который слава победителю слава победителю тоже много не надо зачем их много они вот они они сейчас поспеют тоже все одновременно а тут яблоня очень продуктивная она такая растая постоянно так что удобно когда несколько сортов видите какие желтенькие уже яблоки желтеют падают и вот из-за этих нескольких веточек которые на ней белого налива ну где-то изра три яблока зачем больше вот у меня такая грядочка есть на сетке огурчиков очень удобно мне потому что один рядочек огурцов вполне достаточно он вырастает высотой где-то два метра огурцы они только начинают у меня плодоносить и только начинает расти вот такие огурчики хорошие это еще у меня я выращиваю мамин сорт они когда-то наживались то ли нижинские то какие-то мама их выращивала я их очень любил семена у нее остались я посеял и так я собираю свои семена вот и они такие красивые светленькие очень вкусные пахнут настоящими огурцами потому что есть те семена которые я сейчас покупаю попробовал они не нравится семи семян я собираю много они у меня лежат по несколько лет я всею те которые там три-четыре года назад собирал а эти которые в этом году соберу я в следующий год сеять не буду тогда у меня очень хорошо завязывается огурцы цветут завязи много вот сетка высокая я сверху тут натянул полевик и периодически поставил палки просто чтобы огурцы не обтягивали сетку растяжки сделал и хорошо огурцы растут вон мои коровяки везде так что видите тоже как бы и внизу чтобы не пропалывать с двух сторон кашу траву и обкладывает травой полил хорошо и постелил траву вот с той стороны уже там высохла желтая трава вчера косил свежий подбросил видите и как бы они земля не сильно высыхает вот вот так и трава не растет возле огурцов очень удобно вот так выглядит коровя который у меня цветет это он выглядит первый год вот он принялся семечки и вот так растет первый год он не цветет он растет такой а его можно пересадить нужное место оккультурить потом на следующий год он выглядит вот такими большими красивыми растениями здесь растут персики такие районированные ночи вкусные они их очень много родила тут я даже боюсь что ветка не обломалась то я тут палки уже подставляю я обрезал ветки оставил мало веток так они смотрите как растут вот это представьте себе это растет персик так я сам удивляюсь потому что столько урожая и он не портится этот персик его опрыскивать не надо очень хороший сорт такой интересный местный мне его дали попробовать я попробовал он и вкусный и самое главное что неприхотливый к местным условиям не умерзает и не болеет уже такое немаленькое дерево стараюсь чтобы серединку все обрезать водите видите эти поростки я еще этим летом когда будет время подойду все по обрезаю вот эту поросли вот оставлю только крайние ветки они у меня в стороны расходятся и получился вот такой красивый персик и с многочисленными плодами плоды еще не поспели зеленоватые но их будет здесь полно персик кстати можно обрезать летом что я и делаю вот эта груша который на которой растет 12 сортов груш она уже плодоносит почему уже сейчас расскажу очень толстая груша росла высокая здоровая и груши были такие однотипные мелкие старые сорт какой-то она падает тут ведро груш использовали каких-то вареньях в сушениях еще в чем-то остальное все сгнивало как я решила эту проблему я где-то метр восемьдесят высотой обрезал наискость вот видите обрезал наискость пилой меня электропила электропилой обрезал это грушу сбросил и верхушку и она и замазал садовым варом срез обильно замазал хорошо затер садовым варом срез она у меня начала пускать сбоку веточки вот до сих пор пускает видите вот сбоку спускает поросли и я каждую веточку которая она пускает нащепляю разными сортами вот видите какая красивая красная груша висит там дальше висит зеленая там коричневая вот и вот смотрите что получается вот веточка пустила я ее взял и привил и так дальше вот ветка пустила я ее привил и вот так вот привил вот видите снизу ветки пускает я ее прививаю не знаю чем это закончится но я прививаю они растут потому что толстый ствол как корневая система мощная они растут и растут усиленно вот и получается видите здесь есть такая груша груша персик вот видите она ее плод когда она вырастет она похожа на персик вот видите даже у нее ямочка это есть они растут конечно очень большие больше персика растут конечно но цвет розовый бачок все чисто как у персика если не забуду то сниму покажу вот видите висит висит плод ну персик натуральный кто не знает что это груша то точно персик кругленькая все форма и вид персика и красный бачок и цвет такой приобретает все как у персика вот наверху растут зимние груши спасовка это сорт моего прадеда они поспевают вот тут уже как бы ближе к спасу они начинают поспевать падать некоторые уже падают спелые но это редкие вот они на спаса поспевают очень красивые вкусные и яблоки сто процентов совершенно сладкие представляете мягкие вкусные сочные запашные я не знаю такой сорт это божественный сорт вот под яблоней лежала такое яблочко красивая уже вкусная мягкое яблоко можно есть я уже откусил видите как она выглядит вот хочу показать я весной снимал видео где я старую яблоню омолаживаю ну старая которая действительно она уже сверху сухих веток много было было высоко сорта были не очень такие и решил с нее сделать тоже молодую я обрезал все ветки он ну на расстоянии где-то метр тридцать высотой и замазал садовым варом хорошо она у меня через ну сразу весной сик сильная корневая система начал опускать отростки вот видите она и снизу пустила снизу я пока оставил пусть растет это будет на замещение пущу одну ветку а тут начал опускать отростки вот видите какие мощные это уже второй год прошел и второй год вот такие отростки где как заросло я это весной это весной показывала как я прививаю вот тут в расщеп привил видите показывал как я прививку делал в расщеп и представьте себе вот какая большая уже выросла 15 июля половина лета и больше метра больше метра веточка выросла здесь здесь насчепил уголок видите показывал тоже как насчеплял вот насчепил в уголок это вырезал уголок сбоку и вставил в этот уголок веточку и у меня смотрите какое толстое толстое вот мой палец самый толстый видите и какая толстая ветка уже выросла хотя такой тоньше этой нащеплял эту половину лета вот что значит мощная корневая система здесь там дальше еще нащепленные есть вот тоже принялась вот и вот это уже новые сорта вот конечно я буду на каждой много новых веток наросло вот смотрите еще много новых веток есть будет возможность еще следующей весной поиграться и можете представить что вот это тоже будет дерево дерево сад разных сортов вот представьте себе начинается весна у вас много знакомых и они говорят вот у меня так такая хорошие яблоки есть такие вкусные все я говорю весной хорошо я запоминаю их а весной говорю им так веточки мне они мне дают веточки я делюсь своими веточками с ними кому надо и так у меня появляются новые сорта а так как веточек мне всегда дают каждый вес но очень много и получается что на каждом дереве у меня по несколько сортов ну конечно я и нащепляю молодые деревья тоже но зачем если у меня уже через два года через полтора будет родить такое огромное дерево здесь видели какой прирост и большие это рекордный прирост тут рядом вторая яблоня я тоже ее омолодил тоже сорт надоел никто ее есть не хотел я решил срезать это все и она у меня вот тоже так же замазал варом пустила веточки прошлой весной тоже поснимал как я прививаю вот одна прививка зарастает хорошо вторая прививка две веточки тоже хорошо прижилась у меня саду поляна колокольчику видите какая красота тут как раз шмели летают бабочки летают такая красота вот растет полянка колокольчиков так что у меня есть просто места где я в сад не кашу специально вот толком не успела зарасти недавно привил и где-то уже третий или третий год до сливы и вот смотрите уже урожай уже даже не держит не держит ее это она уже легла на крапиву я уже боюсь эту крапиву отсюда срезать она так красиво на ней лежит а эти сливы еще будут крупные они должны быть по идее я их прививал то четыре раза больше придется наверное забить колышек и привязать что-то я тут не гулял давно у меня в саду новый ряд малины такой ряд я потом натяну веревки еще проволоки с полевика поставлю колышки но пока так пусть она принимается это у меня второй год снизу кашу траву и травой тоже обкладываю чтобы бульяне возле малины не росли и чтоб сырость сохранялась вот я сначала насыпал очистку от картошки лука чеснока вот под них а потом мы засыпал еще своими щепками которые я работаю а сверху теперь травы наложил и вот хорошо у меня малина пошла в рост вот привитая молоденькая груша тут рядом растет тоже хороший прирост в этом году уже сантиметров 80 90 прирост дала такая интересная маленький кустик малины я собирал позавчера малину собрал с нее очень много малины с этого кустика смотрите опять красная такой интересный сорт тут у меня несколько сортов в этом ряду надо запомнить вот этот сорт и его как бы разводить в саду виноград растет у меня вообще-то несколько сортов вот здесь такой виноград который ничего не боится он не болеет ничего это местный сорт сорт такой изабелла вот уже много ягод висит тут таких красивые зеленые вот этот виноград молодой им ему только тут четвертый год но он сильно резко разросся я уже ему всего в этом году поставил новые колышки натянул больше проволоки он все равно резко растет ему здесь понравилось вот дальше растет придется ему еще колышек дальше поставить видите он просит помоги мне помоги и очень много яблок ягод ягод здесь очень много виноградных грозди висят такие не сильно большие но на это время уже хорошие с него очень хорошее вино с этого винограда и компоты замораживают мои зимой варят компоты или же что лишнее то идет на вино вино хорошее вкусное когда делаю вино туда в емкость где я делаю вино обязательно додаю дубовые щепки у моей жены тут такой красивый цветок на клумбе расцвел удивительный цвет у него красивый еще форма цветка такая красивая на этом буду прощаться со всеми до новых встреч всем хорошего настроения